Все семеро кандидатов на должности вице-губернатора Севастополя 8 октября лишились приставки ИО, пройдя утверждение в законодательном собрании города. Двое из вновь назначенных заместителей – севастопольцы. Это депутат законодательного собрания первого созыва Александр Кулагин и бывший член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Тимофеева. Александр Кулагин будет курировать сферу здравоохранения. Это все-таки прежде всего сфера, которая требует тонкой настройки и умения слышать людей. Сейчас у нас самая главная проблема – это, конечно же, настройка первичного звена. Маршрутизация пациентов, маршрутизация потоков, настройка правильной работы с людьми прежде всего – это очень серьезная задача. Здесь нужны, прежде всего, конечно, навыки умения слышать, видеть и настраивать эти процессы. Поэтому мне кажется, что Андреевич всеми этими качествами обладает. Ольга Тимофеева будет работать с проблемами сферы образования, науки и спорта. Она высказывалась за создание целостной образовательной среды в городе, которая объединит и само образование, и культуру, и спорт, и безопасность, и информатизацию. Голосуя за севастопольских кандидатов на высокие посты в исполнительной власти, трое парламентариев воздержались. Остальные высказались за. Владимир Базаров, которого утверждали на пост заместителя, ответственного за городское хозяйство и сферу ЖКХ, получил только один сомневающийся голос. У него уже есть опыт работы в городском хозяйстве. Накопилось большое количество вопросов. Мы должны понимать, что это даже не десятки, а сотни миллионов рублей, чтобы доделать. В каждом дворе у нас возникли не только спортивные площадки, а во-вторых, чтобы возникло освещение. И все это комплексное благоустройство. Сейчас такие программы до конца октября должны быть сформированы. Точнее такая программа со всеми этими дворами. Мы будем защищать на федеральном уровне соответствующие средства для включения в федеральную целевую программу. За Марию Литовко, которая, по мнению Михаила Развожаева, умеет общаться с тонкими материями, экономикой и инвестициями, воздержались голосовать два депутата законодательного собрания. В ходе дискуссии Вячеслав Горелов, председатель постоянной комиссии городского парламента по градостроительству и земельным вопросам, раскритиковал ее деятельность во времена бывшего губернатора Дмитрия Овсянникова. В частности, освоение земель около горы Гасфорта и в Балаклаве. Рассматриваем проекты, которые предполагаются к реализации на этих земельных участках. Некоторые из них по своей конфигурации вызывают изумление просто. Например, такой проект, который касается размещения гостиничного комплекса в какой-то лощине или распадке. Длина земельного участка полметров 300 примерно, а ширина его максимально 40 или 50 метров. И у меня вызывает изумление, как на этом длинном колбасообразном участке предполагается размещение гостиничного комплекса. При том, что никаких вопросов ни водоотведения, ни электроснабжения там не решается в принципе. Мне кажется, гораздо правильнее провести ревизию этих земельных участков, чтобы не обмануть инвесторов. Остальные кандидаты в заместители губернатора, мало знакомые присутствующим, были одобрены единогласно. Алексей Парикин будет курировать работу Департамента финансов и управления потребительского рынка и лицензирования. Светлана Пирогова назначена руководить деятельностью аппарата губернатора и главного контрольного управления. Денис Солодовников будет ответственным в широком диапазоне хозяйственной деятельности. Это департаменты транспорта, департаменты архитектуры и градостроительства, капитального строительства, департамент по имущественным и земельным отношениям, а также госстройнадзор и севреестр. Редактор субтитров А.Семкин